Сергей Жирнов, в прошлом разведчик-нелегал, эксперт по вопросам безопасности, выходит с нами на прямую связь из Франции. Здравствуйте. Добрый день. У вас, видимо, окно открыто, потому что много света. Может, можно, чтобы не быть пересвеченным? Это у меня камера пересвечена. А, вот как раз, чтобы быть... Попробуйте. Да, я пока напомню нашим зрителям, что можно звонить, можно писать, можно задавать свои вопросы, в том числе в чате, и мы постараемся... Да, вот так сейчас света меньше. Сергей Жирнов выходит с нами на прямую связь. Давайте начнем с Дарьи Дугиной. Вот вам, как специалисту по вопросам безопасности, в этой истории что-то показалось странным? Мне в этой истории все показалось странным. Абсолютно все от начала до конца. Но самое странное это то, что ФСБ, который не может найти заказчиков в убийстве Политковской, или Литвиненко, не могут найти в Государственной Думе убийцу Лугового, они вдруг за два дня нашли, раскрыли все, правда, по неостывшему вследу. То есть все уже было совершено, так сказать, потенциальный убийца уже уехала в страну НАТО, и после этого они вдруг опубликовали все с такими деталями замечательными даже, и нашли ее какой-то документ. Но, правда, наши украинские друзья, у них хорошее чувство юмора. Ой, извините, я сейчас... секундочку. Да, я пока напомню, что нам тоже можно звонить. Делайте это в WhatsApp, Viber, Telegram, Telephone. То есть используйте эти платформы, эти площадки для того, чтобы дозваниваться до нашего эфира. Так что да, как раз появилась возможность об этом напомнить. Да. У наших украинских друзей хорошее чувство юмора, и они, значит, вчера сделали три ксивы на имя Захаровой, на имя Скобеевой и на имя любовницы, как бы, Путина Кабаевой, да, в украинской военной форме, и якобы они работают на ВСУ. То есть всем доказали просто, что при современном уровне развития фотошопа и компьютеров можно сделать любой документ. В принципе, этому вообще никто не может верить. Ну, версий много, конечно, про гибель Дугиной. В том числе, кстати, версия, что это мог сделать просто ее отец, потому что он настолько незначительная фигура в российском пространстве, и так давно про него никто не знал. Про нее-то точно никто не знал. А про него знали только специалисты по русскому фашизму, и ему, это, кстати, история вся выгодна. Он первый выгодополучатель от этой истории, ну, если абстрагируется от того, что он потерял дочь, да, потому что в его, так сказать, идеологическом пространстве теперь из нее сделали некую жертву сакральную, вот, и на фоне этой сакральной жертвы вдруг все вспомнили, что Дугин, а значит, это покушение на него было, а значит, он такой великий философ, а значит, он такой великий идеолог. Правда, идеолог Дугин забыл главную вещь, и я думаю, что он не понял главную вещь, что в любой диктатуре возможен только один идеолог. И в диктатуре в путинской идеолог Путин. Правда, у Путина нет никакой идеологии, поэтому, кстати, ему нужен был Дугин, потому что у Путина Путин не верит ни в коммунизм, ни в церковь, ни вообще ничего. Вот, и ему нужен был какой-то идеолог, но ему нужен был идеолог такой маргинальный, которого нельзя было в Кремль позвать, потому что никто не может сказать, встречались ли они хоть один раз вместе с Дугином. Вот, но понятно, что Дугин говорил правильные вещи, которые нужны были Путину для оправдания всех его безобразий и преступлений, вот, но, в принципе, вот такой идеолог Путину не нужен, поэтому, в общем, главный выгодополучатель, скорее всего, Дугин все-таки из этой всей истории. Ну и плюс такая рабочая версия, потому что там сразу Илья Пономарев рассказал про какую-то там армию, которая там существует, не существует, о которой никто ничего не знает, да, хотя, в принципе, это не так, скажем так, не так фантастично выглядит, как можно подумать, потому что кто-то посчитал, что за время этой войны больше 65 случаев не крушения поездов, но каких-то проблем с железной дорогой было, то есть какие-то партизаны в России работают явно совершенно, да, потом мы все смотрим эти, есть куча всяких телеграм-каналов, сайтов, где там вот с синим белым флагом, значит, такой легион русский, партизанский, который борется против Путина, то есть, в принципе, народа-то много, которые могли бы что-то там сделать, вот, но эта сама армия, о которой ничего никто не слышал, и Илья Пономарев, который это озвучил и раскрутил это все дело, это, в общем, тоже больше похоже на такое получение выгоды и, возможно, использование момента для того, чтобы что-то себе немножко получить. Это больше для меня, вот, как с мозгами чекиста бывшего, для меня больше это похоже на внутренние разборки, потому что украинцы это точно не делали, украинцам не до таких маленьких фигур, они бы гораздо, для них приятнее гораздо было бы, там, Владимир Владимирович, то же самое, подарок, преподнести на 24 августа, но это трудно сделать, потому что его, к сожалению, слишком хорошо охраняют. Вот, а, в принципе, это похоже больше на разборки внутренние, потому что всем понятно, что войнушка не удалась, да, вот, Блицкрик не удался, и такая быстрая войнушка, которую все хотели сделать, и Владимир Владимирович, ФСБ, которое вот за два дня все нашло в отношении этого преступления, оно не смогло ему рассказать ничего правильно про Украину, потому что оно истратило миллиарды какого-то бюджетного бабла на подкуп каких-то там немнимых украинских деятелей, куча завербованных агентов, а в Украине эти агенты ничего не сделали, ну, из-за стучения, может быть, Херсона, да, вот, ну, в общем, все это похоже на то, что зреет недовольство внутри Кремля, зреет недовольство внутри российских элит, зреет недовольство среди олигархов, зреет недовольство среди людей, которые потеряли миллиарды, которые попали в сенсационные списки, которые вынуждены теперь вместо Парижа ездить в Дубай, вот они, и хотя в Дубае хорошо, конечно, но не всем нравится постоянно ездить в Дубай, или там, я не знаю, там, в Анталию какую-нибудь, там, да, хотя ничего против я не имею ни Дубая, ни Анталии. Ну, кому-то нравится больше Лондон, кому-то нравится больше Париж, Нью-Йорк, а вот туда теперь нельзя будет ездить. Вот, зреет недовольство, может быть, даже и у среднего какого-то класса, потому что раньше покупали один какой-то набор товаров импортных, а теперь его нет, у этого набора товаров. Упало все производство, остановилась авиационная промышленность, остановилась автомобильная промышленность. В общем, ну, понятно, что, и если бы это все было победно, как бы, если бы Путин мог бы предъявить какой-нибудь результат, то это бы проглотили. Вот, я тут на днях слышал интересную вещь, что, в общем, вот этот, знаете, такой народ глубинный российский, который, ну, типа, вот по кремлевским социологическим опросам поддерживает, как бы, Кремль и войнушку эту, да, он вроде как и поддерживал бы, если бы она была победная. А она не победная, там никаких, ничего нету, больше того, хуже того. Последнее время все начало взрываться в Крыму, то есть хлопки постоянно, ну, опять же, наши украинские друзья, они молодцы, там, русские все время курят чего-то, да, вот, и, значит, постоянно из-за сигарет что-то там горит, взрывается и так далее. Хотя все, конечно, понимают, люди, которые близки к военному делу, потому что никакой боеприпас, там, я не знаю, никакая бомба, никакой снаряд от окурка не взорвется никогда в жизни. Но, на ваш взгляд, какой-то раскол внутри элит, внутри генералитета, внутри приближенных Владимира Путина, он зреет все-таки? То есть можно ли какие-то признаки уже увидеть и рассмотреть их издалека? Конечно, конечно, зреет, конечно, зреет, естественно, зреет, потому что, во-первых, во-первых, трупы генералов, так сказать, за это время, там, сколько, 10 или 12 генералов погибло, да, это из тех, кого мы знаем, а может быть, там еще погибли какие-то, кого мы не знаем, это раз. На порядок больше полковников, старших офицеров, на два порядка больше офицеров, да, то есть, в принципе, как бы, люди, которые в поле, там, с оружием в руках чего-то там защищают или пытаются кого-то там освободить и якобы деноцифицировать, вот, они несут реальные потери, вот, и, конечно, для них, так сказать, это выглядит все как неправильная война, потому что они считают, что неправильно все делается, и выразителем вот этого недовольства, армейского, да, является Гиркин, Гиркин-Стрелков, который критикует открыто Путина, вот, плюс еще вот там какой-то полковник, я его сейчас, я не помню, как его фамилия, отставной полковник, который к Скобеевой, к Соловьеву ходит, там, и тоже он, типа, критикует, что вот не так вы все это делаете, не так хорошо бомбите, и вообще можно было бомбить лучше, то есть, в общем, они, есть такая вот партия войны, которая говорит, что Путин недостаточный военный преступник, по сравнению с тем, что он уже сделал. Это Баранец? Может быть, он? А? Баранец его фамилия? Полковник Баранец? Ну, я не помню, там, кто-то из них, а я так думаю, что он не он один, это там, нет, я не имел в виду, не Павел Баранец, а еще какой-то там полковник отставной, который там где-то выразитель идей ГРУ или Генштаба. Ну, в общем, понятно, что у военных зреет. Во-вторых, зреет, в общем, недовольство внутри ФСБ, потому что ФСБ сделали крайний, потому что была пятая служба, да, и, значит, с беседой во главе, которых там разогнали, посадили вроде всех, и морят голодом, и на всех завели уголовное дело. Вот. И вообще там, судя по всему, судя по тому, что мне говорят какие-то люди, что там вообще заводят сейчас на всех уголовные дела, на всякий случай, да, чтобы их держать в узде. В общем, народа недовольного на самом деле очень много. Причем недовольного и либерального, с либеральной стороны, и с такой фашистской, более, стороны ястребов, которые хотят, чтобы Путин, там, я не знаю, ядерным ударом сразу прям накрыл всю Украину и покончил за один день всю эту войну. То есть, в общем, здесь чувствуется, что все это дело зреет. Все это зреет, потому что, ну, когда вы видите Эрдогана, который заставляет Путина ждать минуту в Иране, да, а Эрдоган, восточный деятель, очень тонко чувствующий ситуацию, он знает, что вот Путина заставить подождать эти 58 секунд под камерами, это вот хуже некуда. Это такое было мщение жуткое совершенно. Вот. На таком индивидуальном уровне. Потому что Путин когда-то его заставил ждать 2 или 3 часа, и поэтому Эрдоган ему все это еще помнит. То есть, в общем, недовольства много и недовольства, как видите, с обеих сторон. И поэтому здесь все это может обрасти любыми версиями. Там, я не знаю, левые экстремисты, правые экстремисты, кто угодно мог это дело совершить. У нас звонок, зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Алло, добрый день. Добрый. Я, извините, уже поздно к вашему эфиру подключился. Вот вопросик у меня такой. Я работаю в сфере похоронного бизнеса, и вот сегодня мне попалось, собственно, ну, вот прощание с госпожой Дугиной. И вот у меня вопрос есть такой. Как может быть такое, что человек в машине взрывается, по общедоступным как бы кадрам загорает, а потом его хоронят в открытом гробу? Ну, как бы я... Ну, это у меня такое как бы для аудитории. То есть, потому что у меня сегодня ребята смотрели, вот, говорят, вот убили девочку, это жалко. А мне как-то стало немножко непонятно, как может быть такое. А вы имеете отношение именно к похоронному бизнесу, да, как я понял? Ну, да, да. То есть, я там занимаюсь в этой сфере. Вот. И как бы, ну, у меня как-то немножко не сошлось. Потому что я вот зашел в комнату, там телевизор показывает наш российский. Там все, как бы, этот печальный папа, все открытые гробы, и как-то у меня какой-то диссонанс это вызвало, честно говоря. Ну, в общем, правильный вопрос у нашего слушателя и зрителя. Тем более, что он профессионал, так сказать, он наверняка видел много-много тел, которые приходят из подобных, в том числе из подобных вещей. И мы все помним книгу Алексеевой «Цинковые мальчики», когда из Афганистана все это дело возвращалось в цинковых гробах, потому что просто нельзя было показать, потому что все это обгорело там и так далее, и разложившиеся тела. Вот. Ну, здесь единственное, что... Я слышал версию о том, что взрыв был достаточно сильный, и якобы это тело вынесло сразу из машины. То есть она, грубо говоря, не горела. То есть ее просто вместе с крышей, или там, я не знаю, через какие-то другие отверстия просто выбросило из машины. Вот это единственная версия такая рациональная, которую можно было бы противопоставить в общей версии. То есть она была убита, я не знаю, там, кинетически, а затем просто тело... И машина сгорела уже без нее, потому что взорвался бак вместе с бензином, и просто машина горела, а тело было в стороне. Вот это единственное, что я могу ответить на эту версию, на этот вопрос, если искать какую-то рациональную версию. Спрашивают вас о том, что вы думаете о фигуре Пригожина, и какую роль он играет сегодня в российской политической иерархии. Какая у него позиция? Ну, интересная фигура, да, потому что он тоже... Во многом фигуры вокруг Путина, они демонизированы, им придается какая-то, я не знаю, супер... супер... участие в путинских решениях. Я так думаю, что, в общем, Пригожин тоже не очень-то сильно вхож к Путину, это просто рядовой исполнитель, ну, такой, ну, скажем так, исполнитель не рядовой, но, знаете, в армии ведь есть солдат, а есть генерал, и оба они исполнители, потому что им отдает приказ верховный головнокомандующий. Ну, вот Пригожин – это генерал-исполнитель, и Путину нужен был такой человек, потому что нужно было кому-то организовывать, вот типа как продюсеру, всю эту историю с вагнеровцами, там все-таки деньги большие крутятся, там все это надо дело организовывать, так, чтобы человек не был слишком близко к Кремлю. Вот, ну, а сама фигура, в общем, такая любопытная и символическая, потому что человек получил свою десятку в советское время, жил в Питере, ну, и, в общем, понравился, судя по всему, Владимиру Владимировичу, скорее всего, тем, что был готов делать все, что не попадя, и, наверное, довольствоваться не столь высокими суммами откатов, когда он проводил делопроводки тех миллиардов, которые шли через его фирмы. Вот думаю, и плюс к тому же человек, который доказал, наверное, фюреру свою преданность. Еще вопрос, еще звонок, давайте его примем, потом задам свой вопрос. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Вадим, добрый вечер, Виталий Екатеринбург, Сергей, здравствуйте. Вопрос такой, недавно, буквально сегодня, по-моему, увидел информацию, что Иран согласился таки на ядерную сделку, и в этом случае, что, нефтью будет переполнена вся Европа, Путину опять ничего не удастся сделать? Спасибо. Спасибо. Ну, отличный вопрос, это, в общем, правильный вопрос, потому что, когда вот Путин ездил там по Средней Азии, в Иран ездил, то все это сразу стали выдавать за некую ось какую-то геополитическую, которую выстраивает Путин, и ему это сильно удается. На самом деле, никакой оси нет, потому что все эти страны, и Иран, и Турция, и Китай, они все имеют свою собственную политику, и вообще, вот если вы посмотрите на всю их политику, и прежде всего, и Родогановскую политику, даже не говоря уже об Иране, то у них есть своя политика, и они могут быть, в один день, они могут делать что-то в пользу Путина, и через час что-то против Путина, и вот это отличает нынешнюю геополитику, потому что раньше у нас всегда, если уж с кем-нибудь снюхивался Советский Союз, то обязательно против Соединенных Штатов Америки, и вот обязательно это надо было там присягнуть на верность коммунистическим идеалам. Теперь вот такой верности нету, и в общем, каждый исходит из своих конкретных интересов, и я думаю, что американцы каким-то образом иранцам доказали, что, в общем, ну, ребята, ну, конечно, вы можете еще там несколько десятилетий загнивать в своей стране под санкциями, но вам будет, наверное, правильнее все-таки рано когда-нибудь согласиться на эту сделку, и тогда, тем более, что, в общем, мы в вас тоже заинтересованы, и, конечно, если иранская нефть хлынет открыто без санкций на мировой рынок, то это сразу собьет цену, и, конечно, Владимиру Владимировичу будет очень обидно, но не только Владимиру Владимировичу, потому что напротив них есть Саудовская Аравия, туда ездил Байден, для того, чтобы просить саудовцев производить больше нефти, чтобы сбить цену, саудовцы не согласились, да, они тоже веляли хвостом, и говорили, ну, были рады, Бен Салман был очень рад, что к нему приехал лично товарищ Байден, но, так сказать, показал, что он ему не готов по первому требованию выполнять его решение, вот, но это тоже, у них свои игры, у каждого свои игры, вот, и если озвучили эту историю со сделкой атомной иранской, тогда, значит, вот вы правильно говорите, это может открыть нефть, а, значит, саудовцы, может быть, тоже тогда свою нефть откроют, потому что скажут, вот, нет, давайте мы все-таки Иран поддержим еще под санкциями, мы вам добавим нефть там, и Эмираты вокруг нас тоже добавят нефть, в общем, это такие игры опековские, которые всегда и шли, всегда идут, вот, и они, кстати, интересуют не только Запад, они интересуют весь мир, потому что высокие цены на нефть, это не, это плохо для потребителей нефти, это хорошо только для производителей, а для потребителей нефти это плохо, потому что это обычно за этим всегда наступает рецессия экономическая, потому что, все считают деньги, и когда эту дорогую нефть надо забивать себе стоимость своей, какой-то своей продукции, то, соответственно, прибыль у вас там растет, а может быть, даже у вас и неприбыльными становятся какие-то производства, вот, и все, в общем, все никогда не заинтересованы, чтобы нефть дошла там до 200 или до 300 долларов за баррель, вот, ну, там, покрутилось вокруг 100, и сейчас должна упасть до 50 опять, потом снова будет расти, потом снова упадет, в общем, это такая история, вот, ну, и Иран, Путин, вернее, Эрдоган, который туда съездил, тоже, в общем, это была такая, такая региональная игра, вот, а Путин, ведь, обратите внимание, он претендует на первое лицо в мире, да, то есть, так сказать, лица, с которыми он, в принципе, мог бы общаться, это кто? Соединенные Штаты Америки и Китай, да, и вот Россия третья, да, так, супердержава, вот, ну, супердержава какая, значит, ее ВВП, это два раза всего лишь ВВП Тайваня, то есть, посмотрите на остров Тайвань, Тайвань, это половина ВВП России, вот, и вы поймете, какая это экономическая супердержава, Россия не производит почти ничего, больше того, мы убедились, что даже российское армейское производство не производит ничего своего, они воруют схемы, и там впаривают Путину мозги по поводу того, что вот они там делают какие-то там суперракеты, этих армат, которых выкатывали на Красной площади, которые заглухали на Красной площади, мы так и не нашли на поле боя, на поле боя, да, вот, ну, кинжалы у них есть, конечно, но штучно, и потом это все дорого, вот, и в итоге мы убедились, что то, что у них есть, это старые советские танки, старая советская артиллерия, ну, и что, ну, и ради бога, и не работает она украинцы, там, я не знаю, с четырьмя хаймерсами, разбомбили 100 пунктов ГСМ, складов боеприпасов, и командных пунктов, и все, и доказали, что с четырьмя хаймерсами можно стоять, пусть сложно, но эффективно, на другой стороне будет, там, три тысячи орудий советских, в общем, все это, все это мы поняли. Я, кстати, напомню, что можно подписываться на наш телеграм-канал, ссылка закреплена сверху в чате, и внизу в описании под роликом, так что обязательно подписывайтесь на наш телеграм, но, конечно, еще хотелось бы поговорить о Макроне, потому что сегодня появились заявления президента Франции, в котором он, судя по всему, поставил точку в попытках договориться с Путиным, и сказал, компромисс больше невозможен. Что с Макроном, и что это означает? Ну, слава богу, что он, наконец, это понял, я тоже свой кирпичик в это дело внес, потому что в моей книжке я рассказал, как он, ему понадобилось пять лет для того, чтобы понять вообще, что с Путиным он ничего, у него ничего не получится, вот, потому что у него не получилось с самого начала, Макрон вообще он такой интересный человек, в том смысле, что он очень талантливый индивидуальный человек, яркий, блестящий совершенно, оратор хороший, и ум очень быстрый, схватывает все на лету, но он полный ноль в политике, вот, это у нас во Франции, мы это знали совершенно спокойно, вот, и это было видно с самого начала его взаимоотношений с Путиным, в 2017 году, когда он первый раз пришел к власти, Путин навязал ему сам свой государственный визит, и Макрон не понял, что ему надо было сделать Путину сразу какую-то гадость, очень большую, и одновременно принять его, и тогда бы Путин с ним смотрел бы на него, как на взрослого, вот, а Путин, конечно, на него смотрит, как на такого мелкого мальчика, который ничего, ничего не значит, потому что, в этом смысле, у Путина, конечно, есть некие основания, потому что он уже 22 года сидит на верхушке российской пирамиды, и он встречался уже с несколькими президентами Франции, с несколькими президентами Соединенных Штатов Америки, с несколькими, там, всеми премьер-министрами всех стран мира, и понятно, что он еще всех их пересидел бы, если бы он не начал войну в Украине, и в этом смысле он, конечно, сделал полную глупость, потому что сидел бы себе до 1936 года, и мы, конечно, все матерились бы, но никто ничего бы не делал, покупал бы Европу, его газ, нефть и прочие всякие сырье, и все было бы нормально, но надо было человеку на старости лет себе создать геморрой, и создать геморрой всему миру, ну и Макрон, Макрон это, в общем, понял, потому что он так пытался, вот у него была такая странная вещь, у него было абсолютное убеждение, что вот никому не удалось договориться с Путиным, а вот он такой классный мужик, что вот ему удастся договориться с Путиным, установить с ним какие-то особые персональные отношения, и таким образом он разрулит мировую политику, но у него такая же была претензия, кстати, на работу с Трампом, не удалось это с Трампом сделать, и вот потом с Путиным, но он такой, при всем при том, я вообще говорю, что Макрон это Путин лайт, потому что у него, у них очень схожие карьеры, и вообще, так сказать, психотип у них схожий, исключение, отличие только единственное, Макрон талантливый человек, а Путин нет, ну в смысле персонального, то есть Путин не очень большого ума, вот, но очень хитрый, вот, а Макрон менее хитрый, чем Путин, более талантливый, но менее хитрый, чем Путин, вот, и Макрон, значит, пытался с Путиным наладить такие персональные отношения, а в чем у них общее, в том, что они оба упертые, то есть, вот даже Макрон, когда знает, что он делает ошибку какую-то, ему очень трудно пойти на попятную, и Путин, Путин никогда не признает никаких своих ошибок, никогда в жизни, он никогда не сказал, что, вот вы знаете, извините меня, ошибся, давайте переделаем что-нибудь, он всегда найдет какое-нибудь объяснение, что что-то там где-то не сработало, да, вот там, я не знаю, мы проявили жест доброй воли и ушли из-под Киева, ну да, конечно, жест доброй воли, да, вот, когда вас разбили, ребята, когда у вас там все заглохло, и когда вы сделали абсолютно ненужную и никчемную войнушку, то вот это жест доброй воли, вот, ну и Макрон, значит, пытался, пытался, потом он даже пытался Зеленского склонить к каким-то переговорам, тоже, потому что у него все-таки есть такая потребность внести себя, записать свое имя там в историю мировую с большой буквы, ну пока что это не очень получается, вот, ну слава богу, что вот он дошел до того, что не надо заигрывать с Путиным, потому что все равно из этого не получится ничего, потому что, в общем, было понятно, это уже в июне месяце, когда по французскому второму каналу, по национальному, показали документальный фильм, вот этих переговоров по телефону с Путиным, и было видно, что это был слив из Елисейского дворца, когда, в общем, после такого фильма, Путин не снимет просто телефонную трубку с Макроном, хотя вот на прошлой неделе они по телефону там поговорили, ну просто это потому, потому что запорожская ГЭС, потому что Россия пытается сделать такую свою игру у ООНовской, в совбезе, что типа она обеспокоена там этой самой ситуацией с запорожской АЭС, вот, и по этому поводу он снял телефон у Макрона, ну в общем, Макрон, слава богу, понял, что из этого ничего не выйдет, и будем надеяться не изменить своего решения. Ну вот вопрос от наших читателей и зрителей, спрашивают у вас, Захарова, Песков, Татьяна Навка, кстати, они все-таки люди с погонами, то есть, вот если порассуждать на тему, как все это устроено, то есть те, кто близко, те, кто рядом, или как соприкасаются, это обязательно люди с погонами? Нет, совсем не обязательно, больше того, даже не только не обязательно, а даже это противопоказано, потому что у них своя работа пропагандистская, то есть, вот Захарова, она работает в МИДе, зачем ей нужны какие-то погоны? У нее работа беспогонная, но вот она, так сказать, должна врать от имени МИДа. Вот, Песков должен врать от имени Путина, зачем ему нужны какие-то погоны? Вот, и в этом смысле, здесь много мифов о том, что там надо всех вербовать, и что вот если там они все КГБшниками будут, тогда они будут хорошо работать, а если у них погон не будет, тогда это вроде как не очень серьезно. Нет, это все мифы, это все мифология, вот, даже вот западные люди, когда вербуют, там, я не знаю, министров, то есть, их никто не вербует, им никто не платит деньги, вот, напрямую, никто с ними не подписывает контракт, вот, как там, с дьяволом кровью, там, я обязуюсь, там, Карин Кнайсер, будущий министр иностранных дел Австрии, обязуюсь проводить путинскую политику, за это он меня там ведет в совет директоров какой-нибудь там газкомпании, нефтяной компании, вот это ничего этого нету, потому что обычно агенты влияния, это люди, которые сами приходят, наш Эрик Зимур какой-нибудь, или Марина Рюкальна, она сама готова к нему бы, была бежать в Кремль, лишь бы только сфотографироваться с ним, потому что им это, типа, приятно сфотографироваться с великим и могучим, вот, так что в этом смысле, конечно, здесь много мифов, и совершенно не обязательно кого-то там, кого-то там вербовать, но вербует кого? Вербует в основном технический какой-то состав, потому что вот его надо держать на подписке, да, то есть, грубо говоря, там в Министерстве иностранных дел, вот если там нужен агент внутренний какой-то для ФСБ, вот с ним подпишут, подпишут бумагу, там, ну, на уровне, я не знаю, клерка какого-нибудь, даже начальника управления какого-нибудь, это вот могут подписать, а верхний уровень, вот совсем верхний уровень, тут никаких погон не нужно. Кстати, про Татьяну Навку, тут как раз тоже это обсуждается, что Россия под санксами, высшие чиновники под санксами, Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, отдыхает в Греции, постит в Инстаграме, в запрещенной сети Мета и так далее. Вот, как это во Франции? Вообще следят за такими перемещениями? Как вообще западное общество на это реагирует? И что вы об этом думаете? Ну, я думаю, что это бардак, конечно, потому что нужно их всех, внести их в санкционные списки, всех людей, всех родственников, всех детей и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, на Западе нет, за этим не очень следят, потому что за этим следят больше вот в нашем русскоязычном сегменте, то есть в России, в Украине, в Прибалтике, в Польше, в Израиле, вот за этим больше следят люди. На Западе даже, я убежден, что никто не знает, никому не скажет ничего, фамилия Навка, они абсолютно не знают. Им надо полчаса объяснять, кто это такая. Перед этим надо полчаса объяснять, кто такой ее муж. И, в общем, они не очень въезжают во все эти дела. И самое главное, знаете что, они на Западе, в общем, не придают этому большое значение. Больше того, у нас на моем телеканале, на первом канале французского телевидения, мы с ними, у нас были беседы, вот нужно ли вводить запрет на визы для российских туристов. И, в общем, довольно много людей, я даже опрос у себя делал, вот запрет на визы набрал 2% ответов. А как это не парадоксально, больше всего ответов, примерно 42% набрал вопрос, нужно ли выдворять россиян из Франции и других европейских стран, которые открыто поддерживают политику Путина. Вот это, так сказать, французы у меня проголосовали 42%. И потом 20% проголосовали за то, что нужно не россиянам отказывать в визе, а тем, кто поддерживает путинскую политику. Ну, это как бы, надо просто, когда получаешь визу, надо ввести анкету, где ответ на вопросы. Ты, как ты, с твоей точки зрения, называется то, что происходит в Украине. Там ответ А, война, ответ Б, специальная военная операция. И, в общем, если ответ Б, то визу тебе не давать. А если ответ А, то тебе визу можно подумать, но мы еще посмотрим, что ты там пишешь у себя в соцсетях и так далее. Вот, вот, вот такой ответ. И, конечно, они говорят, что мало санкций происходит, потому что самая крупная рыба, типа, попалась, а вот рыба вокруг крупной почему-то не попалась. кстати, я могу вам сказать так же, жена бывшая Путина не попала под санкции, ее муж не попал под санкции. Они все кошельки Путина, потому что, если вы посмотрите их виллы, их счета, их миллиарды, которые через них проходят, они все кошельки Путина. Вот, ну, сколько ждали мы, чтобы Кабаеву ввели в санкции? Тоже там, четыре месяца или пять месяцев ждали, пока ее не ведут в санкции. Ну, и у Запада в этом смысле я считал, что это неправильная была политика, потому что они хотели играть с Путиным по западным правилам. То есть, типа, если ты будешь проводить какую-то гадкую политику, то мы тебе повышать будем уровень санкций. А надо было сразу ввести санкции, а потом сказать, что если ты будешь что-нибудь делать правильно, то мы будем тебе снижать санкции. Вот это было бы правильно. Но это такое предложение не найдет консенсуса в западном обществе. Потому что, к сожалению, западное общество, оно такое политкорректное, оно, в общем, такое трусливое. Это я любовно говорю, потому что я здесь живу много лет. Но понятно совершенно, что обыватели французские, даже политики французские, они не революционеры, они вот не готовы ни на какие резкие движения. даже когда они говорят, что вот мы там не любим Путина, вот они будут говорить, ну как же там, поговори, а типа поговори с ним надо, а может быть, вот, ну вот, вот Макрон, вот, вот Макрон, Макрон, сто часов ему переговоров по телефону понадобилось, чтобы понять, в общем, что его Вова разводит просто как лоха в Ленинградской подворотне. Вот, ну, слава Богу, понял, да, вот, и, так сказать, объяснили мы ему, почему не надо больше звонить Путину, вот, и Владимир Зеленский ему сказал, что вот, парень, ты там, я не знаю, у меня все уже побывали по три раза, а ты там, я не знаю, четыре месяца ко мне не мог доехать, вот, ну, вот, доехал, хотя бы ему спасибо за то, что он поддержал кандидатуру Украины в Европейский Союз, вот, ну, в общем, Запад такой, он слабоватенький, конечно, и поэтому, поэтому, Российская Федерация из него гвозди может делать сколько угодно, потому что, в общем, ответы, то есть нужно делать что-то очень долго, плохо, чтобы Запад отреагировал по-настоящему, потому что, ну, здесь люди воспитанные, демократия, дискуссии, входят в положение, немцы вообще покупают нефть и газ и не готовы от этой иглы отказаться, Запад сидит вообще вот, как наркоманы на российском сырье, вот, ну, в общем, деньги, потому что считают, ну, она дешевая же, нефть и газ, ну, значит, а почему мы должны от нее отказываться, мы же не сами воюем, а украинцы им говорят, ребята, если мы проиграем, то он к вам придет, вы чего, не понимаете, они говорят, ну, нет, это далеко, 2000 километров, пока еще, а там еще Польша между нами, а потом еще Германия, пока еще до Франции до нас дойдет, в общем, вот, вот, из-за этого все так и происходит. Что вы думаете о внеочередном заседании Совета Госдумы, который пройдет 25 августа? Вопрос из Телеграма. А что, мы не знаем, потому что они прошлое заседание также вот назначали на июль месяц, или на июль месяц, вызвали всех из отпусков и ничего не приняли, там, просто отставку приняли, утвердили отставку Рогозина и, значит, изменения там в кабинете на уровне трех человек, значит, там, пересадка из кресел, там, Борисова вместо Рогозина поставили, и этого самого министра торговли и промышленности сделали премьером, зампремьера. Вот, а черт его знает, чего они там придумали. Мы не знаем, чего они придумали. Может, им просто нужно, я не знаю, встретиться с дружушкой, просто, может, Путину приятно опять выдернуть из отпусков депутатов, чтобы им жизнь не казалась, потому что он садист такой, Владимир Владимирович, вообще, по жизни, вот, и, в принципе, это вот на него похоже, что, типа, во-первых, ведь, понимаете, мы, вот, люди извне, все же напрягаются, да, вот, собирается в неочередное заседание, там, Госдумы, да, из отпусков отзывают депутатов, значит, какая-то бы, какая-нибудь гадость, да, но, правда, это 25-го, то есть, мы бы еще сильнее напряглись, если бы это было там сегодня или там вчера, да, потому что накануне 24-го, а тут 25-го, значит, все немножко могут расслабиться, что, может, 24-го ничего пока и не будет в Киеве и в Украине, вот, может, они 25-го чего-нибудь там, и опять же, значит, все ждут, что мобилизацию объявят, я не думаю, что объявят мобилизацию, потому что Путин прекрасно знает, что эту войну социологически поддерживает только советское поколение, то есть там моих родителей, да, даже вот не мое поколение, а моих родителей, то есть старичков там 80-летних, 90-летних, если такие еще есть, вот, или там 70-летних, вроде него самого, вроде него и Патрушева, вот, они поддерживают, а вся молодежь, которой вот реально нужно будет там в окопы лезть, ну, кому охота, непонятно за что там, за родину, за Сталина, это еще было как-то понятно там в Советском Союзе, там, а за Кабаеву и Путина, и за их виллу, там, я не знаю, Биорица, там, за виллу Биорица бывшей жены Путина, кто пойдет в Украине воевать за яхту Абрамовича, там, я не знаю, понимаете, то есть нет никакой идеи, а вся эта идея с денатификацией, она только на идиотов работает, на полных, а среди молодежи, на самом деле, таких идиотов не так много. У нас звонок есть, здравствуйте, как вы зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут, я звоню из Риги, я хотела бы, господин Жирнову, задать такой вопрос, украинские каналы в Телеграме сообщали о том, что сегодня было попадание в резиденцию Пушилина в Донецке, и были фотографии, ну, конечно, эта информация еще не подтвердена, но так или иначе, очень много фотографий было. Вот на ваш взгляд, я бы хотела спросить ваше мнение, как вы считаете, для Украины, для ВСУ сегодня, есть какая-то такая символическая цель, которую нужно представить народу, да, вот как вам кажется, символически важная цель здесь сегодня какая-то для вооруженных сил Украины? Спасибо. Да, для вооруженных, спасибо за вопрос, для вооруженных сил Украины, символическая цель, самое главное, это победа в войне, и было бы замечательно, если бы она пришла побыстрее, вот, ну, понятно, конечно, что, к сожалению, Украина, мало сил пока военных для этого, потому что нужно реально там больше оружия, больше боеприпасов, вот, но Украина умеет воевать, и поэтому я так думаю, что персональные, конечно, цели такие важны, да, конечно, если бы исчезли руководители этих самопроволошенных недореспублик и Луганской, и Донецкой, то это был бы сильный ход, вот, точно даже, как вот даже, там, я не знаю, гибель какого-то генерала российского, это важно, вот, отставка начальника, командующего Черноморским флотом, это важно, вот, но если искать символику, то вот больше символика для Украины, это все-таки Керченский мост, то есть вот Керченский мост, это такая, это будет самая сильная символика, вот, на настоящий момент, или нужно, вот, там, военные аэродромы, которые в Крыму, то есть, вот Крым, когда он подвергается реальным, вот, таким же ударам, как в САКе, там, я не знаю, да, это, конечно, очень символически, вот, в этом смысле, заметили, два, две попытки было удара по командованию, главному командованию Черноморского флота в Севастополе, вот, это символика, да, если бы разбомбили, там, я не знаю, несколько кораблей потопили бы, за Москвой бы, если бы они ушли прямо в бухте Севастополя, или на рейде у Севастополя, то это была бы символика, ну, я думаю, что самая большая символика, это Крымский мост, раз, и вторая, это, конечно, Херсон, то есть, если бы украинцы отвоевали Херсон, и там, я не знаю, вот эти, там, 15 или 20 тысяч россиян, которые там, или полуроссиян, потому что неизвестно, кто у них там воюет, сдались бы в плен в какой-нибудь, или там, ушли бы просто на левый берег Днепра, оставив Херсон, то вот это, конечно, было бы очень, очень сильно, очень большая символика. Ну, и в заключение, я бы сказал, если бы искать вот такую, большую, важную символику, это, если бы международное сообщество, застало бы, заставило бы Россию, вывести свои войска из Запорожской АЭС, то есть, все, там, разминировать все это дело, вывести все эти, 500 человек, всю боевую технику, весь боезапас, который они там складировали, и создать демилитаризированную зону внутри этой АЭС, и вокруг нее, там, километров на пять, включая Энергодар, потому что там все сотрудники работают и живут, вот, то это было бы, конечно, тоже очень символично. Вот, мне кажется, вот три такие вещи, Керченский морс, Херсон и Запорожская АЭС, это было бы очень важно. А мелочь эта всякая пузатая, которая там бегает, ну, Пушилин, мне очень нравится, кстати, вот есть, во Франции очень любят, знаете, переставлять буковки в фамилиях, именах, что получается интересная штука, вот, и в русском языке это редко работает, а вот с Денисом Пушилиным это очень хорошо работает. Запорожская АЭС и вообще ядерной риторики, на ваш взгляд, насколько сейчас вероятен сценарий ядерной войны или ядерных инцидентов, потому что вот как раз Запорожская АЭС рассматривается в этом контексте, что-то может там произойти. Вот как вы считаете, насколько это реально? Мы, в общем-то, я лично очень боялся в первые четыре месяца войны, потом Путин заигрался просто, Путин заигрался с ядерной тематикой, а ведь, понимаете, эта тематика настолько сильная, что либо ты уж, если играешь в ней, то рано или поздно ее надо что-то делать, то есть надо было наносить какой-то тактический ядерный удар где-то, вот, либо все это перестает работать, с одной стороны, и с другой стороны, мир устал за шесть месяцев от того, что какой-то урод в Кремле постоянно шантажирует весь мир тем, что, значит, он начнет ядерную, третью мировую войну или четвертую мировую, если считать за третью мировую холодную, которая была там в 50-е, 70-е, 80-е годах 20-го века. Вот, и, в общем, от него все устали, от его ядерного шантажа, причем устали в том числе и крупные страны, такие как Китай, и поэтому люди перестали бояться этого дела, причем, знаете как, вот даже в штабах, ведь они, у нас было табу, например, во Франции в генеральном штабе табу было на слово ядерные силы, потому что, ну, все понимали, что это такое оружие судного дня, и что это вот только на случай, такой, ну, крайний-крайний, когда уж, вот, по тебе бьют ядерными бомбами, вот тогда надо будет отвечать ядерным оружием, то есть, в принципе, а у населения вообще все это забыли, 40 лет, 50 лет, это боялись даже произносить это слово, знаете, как вот в больнице там слово рак боятся произносить, и люди всячески, вот даже когда, там, больные, они там все делают, чтобы, не дай бог, даже вот произносить лишний раз это слово, вот то же самое было с ядерным, и Путин играл этим словом, там, каждую неделю что-нибудь было, то он, то Лавров, то Песков, то Шойгу, то Герасимов, то еще кто-нибудь, то, а уж я не знаю, не говорю там, про Первый канал, это вообще просто уроды совершенно, потому что они там, я не знаю, там, то, что они несли, мы, кстати, вот на нашем канале, мы это показывали довольно регулярно, и, то есть, мир понимает, какой уровень дебилизма просто у этих людей, полный дебилизм, то есть, ну вообще нести ахинею, что типа мы тут всех разбомбим, они не понимают, что их, их первых сожгут сразу, там, через полчаса после того, как, не дай бог, нажмется какая-то там первая кнопка, вот, и нести эту ахинею, всех она задолбала, срог и строго говоря, вот, и Путину на каком-то очень высоком международном уровне, я так думаю, на экономическом уровне, потому что единственное, что до него доходит, это бабло, им всем вот дали понять, что ребята, в общем, ну хватит этого, этого, не те это игрушки, и ядерная, вообще ядерная тема должна быть закрыта раз и навсегда, потому что иначе вам не не поздоровится, и это было, вот, их игрушки с ядерной тематикой, они сыграли положительную, если можно говорить, о какой-то положительной роли, потому что, в общем, он всех достал, и люди перестали бояться, потому что свыкли с идеей, что вообще есть такое оружие, что его потенциально могут применить, и значит, потенциально нужно подумать, а что мы будем отвечать, у нас было время, 6 месяцев для того, чтобы подумать это, и ему уже дали ответ, да, ему там, Борис Джонсон сказал, что если ты что-нибудь взорвешь, ядерное в Украине, то мы, Англия, ядерная держава, ответим вместо Украины, будет ли это реально, это реально, это мы не знаем, да, потому что это слова, с одной стороны, и с другой стороны, но даже произнесение таких слов, оно-то, я так думаю, до кого-то там, до каких-то людей дошло, это с одной стороны, и с другой стороны, я так думаю, что не только мир Путин достал, этими игрушками ядерными, но самое главное, он достал всех людей, которые 22 года вокруг него, крали бабло, то есть крали бабло вагонами, там, я не знаю, баржами, миллиардами бабло, и вдруг какой-то урод говорит, что все это наворованное вами бабло, ни к чему, никак его использоваться вами не может, никуда вас теперь пускать не будут, все у вас там конфискуют, и я так думаю, что очень много недовольных вокруг него людей, потому что вокруг него много миллиардеров, явных или скрытых, все чекисты, кстати, вот это отличие от Советского Союза, потому что в Советском Союзе они все были такие пламенные чекисты, хотя, конечно, никто не верил в это дело, но всех, они проверялись там, они боялись проверки и так далее, и поэтому они там типа за идею работали, хотя, в общем, это тоже туфта, никто за идею не работал, все работали за загранкомандировки, и сейчас это уж точно совершенно что, они все миллионеры, генералы КГБ, полковники КГБ, они все крышуют кого-то, и обидно просто в пепле ядерной войны терять эту свою виллу на Рублевке, там, я не знаю, квартиру где-нибудь там в хорошем доме в Москве, какую-нибудь там виллу в Испании, во Франции, в Италии, или где-нибудь еще, вот, и, в общем, это дело все отрезвило, и я так думаю, что на Путина очень сильно давят, поэтому, видите, он хвост поджал, и Шойгу уже сказал, что мы типа не хотим на самом деле ничего применять первыми, и Путин уже говорит, чтобы нас не так поняли, вот, и сами они уже собирают Совет Безопасности, ну, чтобы поиграться лишний раз, вот, но, в общем, это все всех достало, и это правильно, что достало, я так думаю, что в этом смысле подвижки будут, потому что, скорее всего, вокруг него, если он дальше будет так продолжать, то табакер когда-нибудь возникнет. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время, вышли в наш прямой эфир. Сергей Жирнов был с нами сегодня на прямой связи из Парижа. Спасибо вам, и всего доброго. Спасибо.